Ну что ж, друзья, пожарная часть готова! Теперь мы сможем тушить любые пожары! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова канал Unreal Игры! Ну что ж, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте продолжать строить в нашем креативном летсплее! Сегодня мы будем строить в городе пожарную часть! Ну что ж, давайте приступать! Я нахожусь, ребята, как раз-таки на железной дороге, немножечко пришлось мне позаниматься железной дорогой, поскольку мод опять-таки обновился, и здесь теперь коннектятся рельсы немножечко по-другому Вот здесь пришлось очень долго переставлять рельсы, и я надеюсь, что поезд здесь будет нормально, адекватно ездить Также, ребята, за кадром в этом летсплее я сделал вот такую вот поляночку То есть идут линии электропередач, электропровода Также вот такая вот грунтовая дорога у нас здесь располагается Кстати говоря, вот здесь у нас находится электростанция Кто не помнит, посмотрите предыдущие выпуски Ну, если что, я вам сделаю подсказочку Кликайте по ней и посмотрите, как все это дело строилось Здесь еще работать и работать, на самом деле, ребята Сейчас я вам покажу, что я делал, да, и потом мы уже приступим к строительству пожарной части В общем, вот так вот идет дорожка-дорожка Я думаю, что здесь я, наверное, буду строить загородный участок, небольшие такие, да Пока что линии электропередач идут из ниоткуда в никуда, то есть в тупиковую часть, да Я думаю, мы как-нибудь тут все организуем поинтереснее и все будет тип-топ Здесь, ребята, у нас вот такой вот респаун небольшой Потихонечку он становится более уютный Я не нашел костер здесь, но решил поставить вот такую вот декоративную штучку Здесь также есть пенечек, на него можно сесть и погреться у костра прямо на спавне То есть тут такое достаточно уютное место, две палатки, расположено пенечек и вот такой вот пятачочек Вот, здесь я расположил, ребята, наверху поезда Пускай, думаю, для красоты стоят, ждут у нас всякие интересные ресурсы Ну и здесь, ребята, в основной части, где у нас находится шахта и где находится первоначальный город Я думаю, мы начнем здесь как раз-таки делать нашу пожарную часть Я потихонечку начал сюда проводить дорогу Я думаю, что дорога будет проходить где-то вот здесь И напротив мы построим пожарную часть А вот это у нас, ребята, школа и там единственный такой большой домик располагается Приблизить не могу, не получается Будем вот строить из вот таких вот интересных блоков И также будем делать специальные стекла Так, ну что ж, друзья, в принципе, я выбрал, как я буду строить все это дело, примерную концепцию Так, если у нас здесь примерно где-то вот тут вот будет перекресток То, следовательно, нам нужно сделать пожарную станцию примерно где-то здесь Так, если у нас дорога располагается вот тут То само здание начинается примерно, думаю, отступить немножечко блоков Я думаю, где-то... где-то вот так вот Вот так вот, думаю, будет нормально Сейчас сделаем основной фундамент Далее, ребята, у нас вот такой вот заезд будет Со специальными поднимающимися воротами Раз, два, три, четыре, пять Я думаю, пять блоков нам будет достаточно И будут у нас, ребята, вот такие вот ворота Так, ну что ж, ребята, потихонечку вырисовывается фундамент Я все пытаюсь представить, как же будет здесь все у нас располагаться Значит, вот здесь у нас располагаются дверки Где-то чуть повыше у нас будет вот такой вот блок Замечательно идти Я здесь поставлю кнопочку Будет ли работать оно или нет, я пока что не знаю Давайте сразу поставим много кнопочек А это дело мы спрячем Вот здесь у нас вот такие массивные двери будут А вот здесь, ребята, я думаю, мы тротуар вот так вот немножечко уберем Потому что все-таки, если здесь будут заезды, соответственно, здесь должна быть дорога Есть тут у меня специальная палочка-выручалочка, ребята С помощью которой мы сможем очень быстро сработаться Эта палка специально заменяет блоки Так что делать все ей очень-очень удобно Здесь будет вот такая заасфальтированная площадка А вот здесь будет вот такой пешеходный переход То есть пожарные машины у нас будут выезжать И направляться уже тушить пожары Так, ладно, эта часть у нас готова Здесь, я думаю, заполним каким-то другим красивым блоком Давайте вот это тоже выстроим Так, эта часть у нас будет выглядеть примерно вот так Здесь будут помещаться две пожарные машины, например Или другие виды спецтехники Ладно, так, давайте думать, что теперь у нас будет вот здесь Я так думаю, что здесь можно сделать какие-либо окошки Вот таким вот, наверное, образом Так, здесь поместится как раз-таки окно Так, ну что ж, ребята, примерно вот так вот будет выглядеть первый этаж у нас Так, здесь нужно срочно чем-нибудь застелить Давайте посмотрим, какие блоки мы можем взять Давайте, например, возьмем вот такую вот специальную плитку Ну все, ребят, наконец-то смог выбрать какой-то материал Предыдущий просто не хотел ужасно браться И пришлось выбрать песчаник Ну что ж, песчаник достаточно хороший Потому что он светлый и достаточно простой ресурс для строительства И вот таким нехитрым образом я быстро застилаю здесь полы Так, и наша пожарная часть будет достаточно светлая, большая и просторная Так, давайте быстренько все это дело закончу И займемся уже, наверное, окнами и отделкой И готово! Посмотрите сразу, как симпатично здесь внутри стало выглядеть Светло, красиво и чистенько Так, теперь смотрите, что получается у нас Окна у нас будут 3 на 3 блока, как я понимаю Дизайн я буду использовать примерно вот такой Так что давайте возвращаться и будем делать нечто похожее, но более красивое Будет, ребята, пожарная хорошая часть у нас Так, значит, еще нам нужно сделать окошки Для этого нам понадобится снова архитектура крафт Так, используем, ребята, мы верстак Теперь нам нужно найти белой шерсти и стеклянных панелей Так, шерсть я нашел, ребята, и теперь давайте найдем вкладку окна Так, вот они у нас окна Берем вот такого типа окна и вот такого типа окна тоже Будем, значит, здесь делать окна Вот здесь у нас просто чисто идет металл На самом деле мне просто очень сильно понравилась вот эта фактура И я ее, наверное, буду использовать во многих постройках В Эмерсиве на самом деле очень много подобных интересных блоков Так что это очень-очень круто Так, будем делать высотой, наверное, даже побольше окна Потому что здесь все-таки пожарная часть у нас, а не какое-то жилое здание Не знаю, давайте попробуем вот так вот сделать Посмотреть, что из этого у нас получится Так, с этой стороны используем вот такие вот окна с прорезями Так И осталось только все это дело застеклить Я только вот недавно, ребята, узнал То, что можно реально стекла сюда вставлять И смотрится это достаточно круто Ну все, стекла я поставил, ребята И, например, давайте посмотрим У нас вот здесь вот, например, вот такой вот контур будет идти, да И еще, конечно, не помешало вот такой круголек сделать Так, ладно, давайте пока что поднимем вот здесь вот эти вот дверцы Я, честно говоря, не знаю, будет ли работать это с помощью палочки строительной А, да Все сразу гораздо становится быстрее В общем Так, еще на один блок поднимаем Вот такой вот высоты, ребята, будут у нас двери Больше, в принципе, делать нет смысла 5 на 5 блоков, я считаю, очень даже подходящее Так, и готово Вот так вот оно хорошо смотрится Так, нажимаем кнопочку И все правильно открывается Да, значит, вот эти кнопочки мы ломаем Ребята, остаются у нас нижние кнопки для того, чтобы ворота закрывались Так, все, красота Сразу две двери открываются Здесь, значит, мы быстренько все поднимаем тоже до того же уровня Да, в принципе, так достаточно нормально получается по высоте Давайте тоже все это дело быстренько выстроим А дальше выше у нас уже просто будут красивые окошки Здесь прямо над этим будет сразу окошечки 2 на 2 блока Так, ну что ж, друзья, потихонечку вырисовывается вот такой вот узор Я, в принципе, думаю, что здесь вот можно окон не делать, да Потому что все-таки такой первый технический этаж А вот с боков, где окна красиво смотрятся, там их действительно можно сделать Не забываем вот такие вот декоративные элементы вставлять Потому что они очень сильно приукрашивают наши постройки Так что вот таким вот образом, да Здесь получается очень большой просторный первый этаж И второй уже такой, где могут располагаться сами пожарные Где-то вот здесь будет, ребята, располагаться такой спускной шест Который в пожарных используется, да То есть со второго этажа они прыгают и спускаются Так, что мы будем делать вот с этой стороны Вот здесь, я думаю, мы можем уже организовать себе окошко, например Почему бы и нет Так, здесь воспользуемся опять-таки вот этими замечательными блоками Тоже поднимаем все это на уровень выше Примерно вот досюдово Так, подоконники и сливашки тоже готовы В принципе, так смотрится у нас верхний этаж В принципе, достаточно симпатично и интересно Что сделать вот здесь? Здесь, я думаю, мы сделаем просто тоже обычные окошечки Как вот с той стороны Будет смотреться как раз-таки равномерно И какую-нибудь крышу тоже замудрим Ну что ж, ладно Сделаю я это в быстрой съемке Поехали! Ну, в принципе, такой дизайн меня устраивает Вот сюда куда-нибудь можно будет влепить часики Потому что, в принципе, тут крышу по-другому, наверное, не сделаешь Если, конечно, только постараться и что-то скопировать Но поскольку мы, ребята, делаем только из головы, да, то, что придумываем Значит, следовательно, все, что мы придумаем Это будет являться нормальной полноценной крышей Так, вот здесь, я думаю, мы можем смело просто заделать вот таким вот образом А с другой стороны я сделаю зеркальную копию Так В принципе, я даже, честно говоря, не знаю А стоит ли вот эти каменные плиты здесь класть Я, честно говоря, тоже не знаю Ладно, поживем Ладно, поживем Увидим, как говорится Пускай пока что располагается таким образом Здесь мы можем, наверное, вот так вот немножко приукрасить Тоже специфическими кантиками Потому что кантики всегда придают очень эстетический вид Так, и в принципе, ребята, я вам, если честно скажу Кантик смотрится достаточно так интересно Ну, не знаю, стоит ли его опять-таки здесь размещать или нет Давайте тоже попробуем ради эксперимента Ну и каким-нибудь вот таким тоже образом Слушайте, весьма строго и интересно получается Давайте, короче, с другой стороны сделаю то же самое И посмотрим, что получится Так, ну что ж, ребята Осталось навести последние штрихи Сейчас я делаю специальную пешеходную разметку Как вы видите, дорожку я доделал И здание полностью готово Ну, конечно же, внутри и немножко застеклить В общем, вот такой аккуратненький подъезд здесь будет, ребята Вот тут главный вход у нас находится А здесь уже въезд для, собственно, самих машин Также я думаю, что здесь можно пешеходник сделать Вот здесь, например Вот здесь Чтобы выглядело как следует То есть, чтобы можно было не перебегать где Непонятно где, да А сразу прям вот здесь Давайте вот здесь тоже, пожалуй, сделаем Я думаю, наверное, здесь где-то будет перекресток Вот здесь, думаю, может быть еще куда-то будет уходить дорога Так, все Главное, чтобы разметка была ровненько по центру Так, на перекрестке мы, наверное, разметку никакую не делаем Да, здесь будет у нас сама развязка А вот здесь, наверное, каждые три блока, я думаю, мы будем делать вот такую вот разметку Ну что ж, друзья, пожарная часть готова Теперь мы сможем тушить любые пожары Ладно, давайте посмотрим, как это все дело у нас выглядит Так, значит, смотрите Сделали дорогу, ребята Все необходимое для подъезда, скажем так Всякие пешеходные переходы Также поставил временные вот такие ограничители Потому что дороги у нас пока что дальше нету Вот, сделал заборчик И здание само смотрится вот таким вот образом Плоская крыша Внутри пока что ничего нету, кроме разделения между этажами И все, в принципе В общем, вот такое вот пожарное здание готово Ну что, друзья Вот такая классная пожарная станция у нас получилась Давайте попробуем позвонить в звоночек Ооо, да Если у нас будет пожар, у нас всегда успеет кто-нибудь взять Да потушить все это дело Ладно, давайте поставим здесь пожарника И будем заканчивать Ну что ж, друзья Наконец-то сделал пожарника Максимально попытался сделать специальный какой-то костюм И, в общем, выглядит это вот так Пожарник Витя Ну что ж, в руках у него ничего нету Потому что все оборудование находится внутри А пожарник у нас стоит и ждет новую машину Скоро мы ему, наверное, подгоним Ребята, пожарную машину Но это уже будет в следующих сериях Ну что ж, ребята Надеюсь, что вам понравилась серия Подписывайтесь на канал Ставьте лайки А также пишите на комментарии Что вы хотите видеть в следующих сериях Креативного летсплея Все С вами был канал Unreal Игра Я вас всех люблю Пока-пока Витя, попрощайся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok